Божьи слова на каждый день Бог создает радугу, как символ своего завета с человеком. Бытие, глава 9, стихи с 11 по 13 Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которые я поставляю между мной и между вами, и между всякую живую душою, которая с вами вроды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. В конце истории про Ноя мы видим, что Бог использовал необычный способ выразить свои чувства на тот момент. Этот способ очень особенный. Заключить завет с человеком. Это метод, который провозглашает конец Божьего применения потопа для уничтожения мира. Со стороны заключение завета кажется очень обычным событием. Это не более чем использование слов, чтобы возложить на обе стороны обязательства, не предпринимать незаконные действия, чтобы помочь в достижении цели защиты интересов обеих сторон. По форме это очень обычное явление. Но принимая во внимание мотивы и значения этого действия со стороны Бога, это является истинным откровением Божьего характера и душевного состояния. Если ты отставишь эти слова в сторону и проигнорируешь их, если я никогда не скажу вам, как все обстоит на самом деле, тогда человечество никогда не узнает, что думает Бог. Возможно, в твоем воображении Бог улыбается, когда заключает этот завет, или, возможно, выражение Его лица серьезно, но независимо от того, какое выражение лица Бог имеет в людском воображении, никто не знает Божье сердце или Его боль, не говоря уже о Его одиночестве. Никто не может заставить Бога доверять Ему и не может быть достойным Божьего доверия или быть кем-то, кому Он может выразить свои мысли или с кем может поделиться своей болью. Вот почему у Бога не было иного выбора, как сделать это. На первый взгляд, Бог сделал то, что легко, распрощался с предыдущим человечеством, разрешая вопрос прошлого и подводя итог своему уничтожению мира потопом. Тем не менее, Бог похоронил боль этого момента глубоко в своем сердце. В то время, когда Богу было некому открыться, Он заключил завет с человечеством, говоря им о том, что больше не будет разрушать мир потопом. Когда появляется радуга, это должно быть напоминанием людям, что это однажды произошло, чтобы предупредить их не делать зла. Даже в таком болезненном состоянии Бог не забыл о человечестве и по-прежнему проявляет большую заботу о них. Разве это не Божья любовь и бескорыстие? Но о чем же думают люди, когда страдают? Разве не в это время они больше всего нуждаются в Боге? В такие моменты люди тащат Бога к себе, чтобы Он успокоил их. Когда бы это ни случилось, Бог никогда не подведет людей, и Он всегда позволит людям выйти из затруднительного положения и жить в свете. Несмотря на то, что Бог таким образом поддерживает человечество, в сердце человека Бог есть не что иное, как пилюля уверенности, напиток успокоения. Когда страдает Бог, когда его сердце ранено, чтобы сотворенное существо или какой-либо человек проявил к нему заботу и утешил его, о таком желать, несомненно, слишком большая роскошь для Бога. Человек никогда не обращает внимания на Божьи чувства, поэтому Бог никогда не просит никого и не ожидает, что кто-то сможет успокоить его. Он просто использует свои собственные методы, чтобы выразить свое настроение. Люди думают, что для Бога переживать страдания не такая уж большая проблема, но только когда ты истинно пытаешься понять Бога, когда ты по-настоящему ценишь Его искренние намерения во всем, что Он делает, только тогда ты можешь понять Божье величие и Его бескорыстие. Даже несмотря на то, что Бог заключил завет с человечеством с помощью радуги, Он никогда никому не говорил о том, почему Он сделал это, почему Он заключил этот завет, то есть Он никогда никому не раскрывал свои истинные мысли. Это потому, что нет никого, кто мог бы понять глубину Божьей любви, которую Бог испытывает к человечеству, которое Он сотворил своими руками. И также нет никого, кто мог бы оценить, сколько боли Он перенес в сердце, когда уничтожил человечество. Поэтому, даже если Он рассказывает людям о том, что чувствует, они не могут оправдать это доверие. Несмотря на боль, Он по-прежнему идет к следующему этапу Своей работы. Бог всегда показывает Свою лучшую сторону и все лучшее, в то время как Сам спокойно принимает все страдания. Бог никогда не разглашает Свои страдания. Вместо этого Он переносит их и ждет в тишине. Божья выносливость не холодная, немая и беззащитная, и не признак слабости. Просто Божья любовь и сущность всегда были бескорыстными. Это естественное откровение Его сущности и характера и истинное воплощение Божьей личности как истинного Творца. Божья любовь и сущность